приветствую дорогие друзья меня зовут Роман Алданиил и так довольно важная и прикольная тема поговорим сегодня о протеинах всевозможных аминокислотах и геймерах довольно часто я слышу такие вопросы о том когда принимать этот спортпит какой именно спортпит протеин bca или геймер до или после тренировки но к сожалению редко слышу чтобы люди задавали вопросы о том как питаться мало сейчас парней которые обращают внимание на обычную пищу которая лежит у нас холодильник который продается в соседнем магазине понятное дело что реклама делает свое дело что когда нам рекламируют огромный такой рельефный качок какой-то геймер или протеин то в нашем носу сразу откладывается эта информация и вера в то что этот самый качок вырос именно на этих геймерах на протеинах и на bca недавно я общался с парнем который рассказал что купил новую банку протеина новую банку я так понял для него и он заметил что от употребления этого протеина он стал реально сильнее веса стали расти на его штанге энергия откуда-то появилась чего не было от предыдущей банки протеина ну да это он так сказал я его задал вопрос откуда ты понял что у тебя эта энергия и сила появилась именно от этой банки протеина они отседенных макарон или риса или может быть и такой весь бодрый и сильный от того что ты школе пятерку получил или от того что наконец твоя девушка тебе дала и так один из главных вопросов дает ли протеин нам энергию и вообще можем ли мы его почувствовать на себе неважно протеин или аминокислоты bca я приведу такой пример что с нами происходит когда мы садимся на безуглеводную диету иными словами на белковую диету кто диетил кто садился на так называемую сушку тот понимает о чем речь когда мы лишаем свое тело углеводов мы становимся менее энергичными мы становимся слабыми наши веса рабочие падают нам не то что тяжело тренироваться нам тяжело двигаться без углеводов и сколько бы мы белка или так называемого протеина вот это страшное буржуцкое слово которое так влияет на молодых парней и сколько бы мы не съели этого протеина или белка в нашем теле не появится больше энергии по той простой причине что мышцах отсутствует гликоген кто не знает что такое гликоген это энергетический запас который содержится в отдельных мышечных группах и который пополняется только с помощью углеводов простых либо сложных белок сколько бы мы его не съели не пополняет запасы гликогена и разумеется он никак не влияет на нашу бодрость и силу белок мы принимаем во время безуглеводных диет для того чтобы просто удержать свою мышечную массу ту которую мы наработали в процессе своего массонабора но ребятки по сей день заблуждаются на этот счет потому что они владеют информацией они считают что если не будут чем больше употреблять этого самого протеина или аминокислот бца тем сильнее и больше они станут но на практике происходит все совсем наоборот они не растут от этих от этих приемов потому что они не разобрались с нормальной пищи и протеин и бца не являются анаболическими стероидами и никак не влияют на рост мышечной массы худые же парни как у которых проблема попросту набрать вес часто обращают внимание на геймер так как в гейнерах преобладает количество углеводов они считают что если не будут пить этот гейнер пять так четыре или пять раз в день то они станут больше но если вы почитаете но что написано на упаковке этого гейнера именно состав то вы увидите что там большое количество сахара то есть простых углеводов иначе говоря это белок смешанный с сахаром вот и весь гейнер вопрос на хрена платить больше да это все очень вкусно и замывать там всякие вкусовые добавки его даже в порошковом виде можно есть и так почему же я считаю что весь этот спорт пит нам не нужен были проведены медицинские исследования по этому поводу сколько требуется белка для человека который тренируется и так спортсмены которые рекламируют различные бренды спортивного питания настаивают на том что белка нужно от двух граммов и больше медицинские исследования говорят о том что белка требуется для тренирующегося спортсмена не более полутора грамма на килограмм собственного веса то есть если вы будете употреблять белка больше полутора грамма скорее всего он будет обходить ваши мышцы и попадать прямиком в канализацию тогда вопрос почему профессиональные бодибилдеры настаивают на том что белка нужно больше чем полутора грамма от двух и больше да по той простой причине что все профессиональные бодибилдеры употребляют спортивную фармакологию а употребляя спортивную фармакологию человек усваивает белок гораздо проще чем мы с вами то есть люди которые не употребляют фарма если же мы будем лопать этот белок от двух грамм и больше то все излишки будут проходить мимо ваших мышц почему так происходит а потому что нашему телу просто не требуется такое количество белковой пищи вы просто не сможете обмануть свое тело то количество белка которое ему требуется а весь остальной лишний то есть излишек белка может уходить либо в подкожный жир либо просто выброшен канализацию к сожалению на сегодняшний день редкие парни обращают внимание на настоящее питание от которого гораздо больше толку чем и все этих баночек с белковым порошком да возможно некоторых случаях этот белок и нужен допустим когда вы находитесь где-то в командировке где у вас нет возможности употребить в пищу нормальный белок то здесь вам поможет шейкер с размешанным протеином но в других случаях когда вы живете дома питаетесь дома тренируетесь в местном спортзале либо тренируетесь дома от протеина толк абсолютно нулевой и так ребят мое мнение по этому поводу пока вы не разобрались с нормальным питанием пока вы не научились составлять свой рацион зависимости от вашей цели для набора мышечной массы либо для сжигания жира просто забудьте о всех этих спортивных добавок таким образом вы сохраните свои деньги и наконец начнете нормально расти на этом все друзья я желаю всем вам здоровья всем вам прибавки в мышечной массе рельефа и удачи всех благ до скорых встреч пока